Много ли нам надо для коммунального счастья? Оказывается, что нет. Новый асфальт у 18-го дома по улице Лаврова – просто мечта. Рассказывает управляющий ДСЖ Шамиль Кумаитов. Контроль осуществляется членами управления, толщина асфальта проверяется, уплотнение, как все это происходит, как установлены сборную камень, бетон и тому подобное. Мы все это контролируем. Претензий пока никаких нет. Ремонт придомовой территории провели в рамках депутатской программы. По словам народного избранника Олега Бурдина, где навести красоту решают сами жители. Список работ составляется с ноября по март. В мае формируется очередность. В этом году в рамках депутатской программы по благоустройству придомовых территорий только в Орженикидзовском районе удалось привести в порядок 11 дворов. Программа по благоустройству предусматривает не только асфальтирование придомовых территорий, ну и кранирование деревьев, освещение, значит, и газоны, оборудование, и различные конструкции ограждающего характера. Поэтому программа очень востребована. В год дорожного ремонта во всех районах Перми активно ведутся работы. Ремонтируются как придомовые территории, так и дороги общего пользования. В Орженикидзовском самым большим объектом стал восточный обход. 20 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна стоимостью в 26 миллионов рублей. Решается такая проблема, как связываем восточный обход с нашим Орженикидзовским районом, с микрорайоном Кислотная дача. Очень проблемная дорога была. Буквально несколько десятилетий ее практически не ремонтировали. Заходили только в рамках текущего ремонта, устраняли аварийную ямочность. Давно напрашивался вот такой полноценный ремонт. В целом в Орженикидзовском районе до конца сезона благоустройства 2016 появится 80 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна.